Сегодня последний день повышенной калорийности, нужно его напитать, дать ему восстановиться после соревнований. И уже вторник я планирую провести на кабачках с огурцами и яйцами. Это просто магазин Apple Store в Дубае. Фитнес-клуб, разовое посещение в Дубае, ценой 50 долларов. Ну реально, людей из гетто, пускать в цивилизованные страны нельзя. Руцашке это очень надо, это очень важно. Итак, шейкеры. Шейкеры мы своих все подарили, поэтому делать нужно так. Ужин в Мумбаи, в грязи, со специями, а завтрак в Дубае, айс-мачо, Старбакс. Люди прилично одеты, чисто. Тут есть мусорки, тут не воняет, санины повсюду. Очень здорово. Вот такое начало нового роуд-муви. Мы прилетели в Дубай. Тут у нас длинная пересадка в 10 часов. Мы уже в Дубай-молл. Недалеко здесь Бурдж-Халифа. Мы здесь справимся. Посмотрим, что выйдет из этого дня. Ваше здоровье. Сейчас в форму разобраться сам, что тут является Бурдж-Халифа. Может, это вот башня, которая самая длиннющая. Я-то особо этот парень не местный. В остальном, что, довольно-таки здесь красиво. Еще очень раннее утро, на улице практически никого нет. Ну, сами видите, абсолютная-абсолютная пустота. Выпил мачо, выпил изолят. У меня с собой в рюкзаке. Потом, например, пищу я закинул БЦА сверху. Сегодня последний день повышенной калорийности. Нужно, наверное, напитать. Дать ему восстановиться после соревнований. И уже вторник я планирую провести на кабачках с огурцами и яйцами. Это будет основной рацион мой на ближайшие три недели. Вот это, я так понимаю, что есть, наверное, Дубай Молл. Нас сюда привезли. Дубай Штаговый центр. Тут есть все. Уже видел какой-то огромный джип Линкольн. Первые в жизни. Вот такая перевернутая жопа серебряная. Какие дела, ребят? Посмотримся здесь. Сигарета, где ты? Твой бодибилдер? Таким удовольствием смотрю на все, на весь фастфуд. Потому что так хочется его. Так мне было плохо от изжоги, от кухни индийской. Вообще дичь. Я переоделся в свежую футболочку. Теперь я весь в мерче Олимпии. Прикольно все реагируют. На самом деле очень мило, очень забавно на то, что я в турнира. Еще такой грязненький, еще в гриме. Очень лояльно соотносится к культуризму. Это очень приятно, это очень здорово. Тут у нас еще какие-то сладости. Все возможные вкусняшки. Все руками машут. Все здорово. Я решил, что я хочу найти Джим все-таки, тренироваться. Так, по ходу дела, звук не писался вообще. Из-за того, что был воткнут провод для микрофона. Проверка номер два. В общем, экстенд купили, попробовали. Попробовали кучу разных вкусов. Вот был магазин Спортпита. Очень много товара разнообразного, интересно. Магазин очень большой и красивый. И все, и все, что вот тут есть в Дубай Мол. Дубай Мол действительно красивое место. По экстенду Блюбери мы его не допили, мы его выбросили. Вкус говнище. У нас еще есть другие банки, будем их пробовать дальше. Как я и говорил, мне дружище мой не верил, а мы нашли H&M. Как стоят шорты в итоге? 15 баксов. Чтобы вы понимали, для сравнения, в Найке шорты стоили, по-моему, 100 баксов. А меня ждет из-за вэй, из-за вэй клубничный, из-за лят, компании All-Star. Сейчас я его выпью и вам расскажу. Ватермелон. Вкус, ватермелон, ватермелон. Тут на порцию, кстати, 30 грамм на бутылку. Всего остального по нулям. Вкус должен быть дерьмище, потому что, ну, не умеет все это делать. Сейчас проверим. Ребята, ну что, я обещал выпить следующий продукт. Это изолят. Я почти справился с крышкой. Батареи там мало, надо быстрее все делать. Я его встряхнул. Выглядит как вода. Жидкий-жидкий. Вот прямо как водичка. Это настоящий изолят. По вкусу, честно, плохо. Прямо ароматика жуткая. Но это 100% хороший, качественный изолят. Я прям вижу по консистенции, по органолептике. Кислища. Арбузон даже близко не отдает. Гадость. Я отсюда чувствую запах. Давайте попробовать оставлю. Короче, ребят, ну вот это тоже. Как? Не то, что не берите. Нужен белок? Берите. Лучше варианта нету, чем купить протеиновый коктейль. Получить качественный белок нельзя. Никакая курица. Блин, ну не заменит. Долго жевать, перевозь. Где бы отлично пожевал курицу здесь? Да нигде. Среди дня, пицца-хаты, макдаки, какие-то местные шавермы. Ну, 30 грамм белка за раз. Нигде мне не получить чистейшего. Поэтому, в то же время белка супер. По качеству я прям уверен, что это хороший продукт. На вкус это лютое говно. Мне надо пью белок надо. Ребят, не мог не снять. Это просто магазин Apple Store в Дубае. Просто огромный. Сюда можно торговый центр российский вместить. Просто Apple Store. Ну, ничего такого особенного. Мы ищем паркинг, чтобы отсюда выбраться. Тут еще, я не знаю, тут только штрафчик. Мне кажется, можно здесь в Питер кормить одновременно. Фудкорты. Три этажа фудкортов. Трешняк какой-то. Еще такси вызовем уже и отправимся в зал. Нашли Gold Gym. Ребят, ну вот я не знаю. Многие любят Дубай, ездят постоянно. Я пока не оценил. Тут вот, ну, бетон, 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 бетон. Очень мало деревьев. Естественно, есть море. Мы до него доберемся после тренировки. Но, ребята, я не понимаю, что тут прельщает. Конечно, я уверен, что в супер там отелях, которые стоят по 20-25 тысяч за сутки, ну, вообще нереально круто все. Но кто там из вас ездит в эти отели, я не знаю. Я не езжу. Пока я не оценил, я пока не понял, ребят. Я пока не понял Дубай. Совсем. Мне так нравится у них Uber пока. Uber и утренний морковный торт. Потому что, блин, это было реально вкусно. Существом изжоги от индийских блюд. Это праздник просто. Ну что, ребята. Фитнес-клуб, разовое посещение в Дубае. Семной. 50 долларов. Пацаны, пока никого нету в раздевалке. Я иду взвешиваться. Понятно, в телефоне карман. В телефон в кармане. 92,3. Убираем вечно. 90 килограмм вешиваю. Набрал лосьон для тела. Смотрите, какая штука. Шикарно. Очень-очень все здорово сделано. Крутой зал. Покажу вам. Прошли мимо. Очень красиво. Пуфик для переодевания. Все по кайфу. Сейчас бахнем в третренчик. Расскажу про него по вкусу. Это будет сейчас у нас All Stars. И идем в зал. Ну что, ребята. Сегодня перед тренировочкой будет выглядеть мой коктейль таким образом. Что-то подсеть, не видимо. Или подальше отодвинуть. Первый номер. Ну, пополам это будем все пить. Это Raw Booster Shot All Stars. Выглядит вообще стреленье, глянь. Желтая такая херень. Ей в***ть говно на вкус. Ну, очень концентрированно. Я представляю там. Срочно закрываем С4. С4 у нас сделает компания. Не помню какая. Известный бренд. Клубничная хрень у нас. Ну, после этого. Нектар богов просто. Ну, сразу. Я хромой. Накаченный. Я все выпил. Это твое. Я сочный. Ниже здесь толчок. В общем, ребята. Разрешили снимать только при условии, что никто не будет подать в кадр из гостей. У них это типа не по правилам. Ну, а я был в футболке Олимпии. Мы показали мой инстаграм. И поэтому сошлись на том, что можно вообще поднимать. На что оператор благо будет помогать. Ну, чтобы нам никого не обидеть здесь. Страна мусульманская. Здесь много в клубе. Будем аккуратны, вежливы. Покажем вам клуб. Так, издалека. За мной. Ну, пока там никто не будет парить. Подснимем. Чтобы было все по ништяку. Увидите клуб. Визуально очень клево. Мне понравилось. Транерка будет сегодня full body up. Означает, что верхняя часть тела. Все группы мышц. Ну, все, ребята. Мы в зале. Пока никто не видит, мы снимаем. Первое упражнение будет у меня. Пловер с верхнего блока. Со скручиваниями на пресс. Мое любимое упражнение. С этого я начну. Мышцы корпуса, мышцы спины, плечи, руки. Все включается в работу. Плюс ненавистный пресс, который мне нужно делать глубже. Я это понял в соревновании. Вакуум был отличный. Но вот именно глубина пресса в расслабленном состоянии. Ее не хватало. Я буду теперь год над этим работать. Улучшать мышцы брюшного пресса. Мышцы кора. Это будет упражнение первое. Залпочка огромный. Коньковый пол. Очень, 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 очень красиво сделано. Отличное покрытие. Круто. Начинаем с трассовера. Показываем всю площадку. Сам телик, гляньте, на всю стену. Мы подойдем ближе, посмотрим. В плане дизайна оборудования, площади воздуха. Духангар огромный. Очень круто, очень круто. Мне очень нравится. Будем тренироваться. Ну реально, людей из гетто пускать цивилизованные страны нельзя. Смотрите, я почти все, что вижу в течение поездки, называется. Я это вижу впервые. Смотрите, стаканчик остренький, чтобы их не разбрасывали. Он из очень тонкой бумаги, прям, знаете, будто бумага А4. Он, наверное, промокнет за секунду. Очень забавно. Так, в общем, ребят. Тут Сашке это очень надо. Это очень важно. Сейчас закопался черпак в полете. Я вот сейчас найду, ношу. Итак, шейкеры. Шейкеры мы с Сашейки себе подарили, поэтому делаем вот так. Тут, на самом деле, смешанный БЦА с глютамином. Я эту смесь использовал на загрузке, чтобы закидывать пусто углеводов. Но сделал я ее много, поэтому она обратно на дорогу падает с головой. Ваше здоровье, друзья. О БАДИ, спина в самом начале, самая огромная мышечная группа вашего тела. Одна из самых важных, в принципе, в бодибилдинге, при оценке телосложения. Первое упражнение размяла максимально мышцы корпуса. Потрясающе загрузила, наполнила мышцы спины. Теперь будет буквально 2 или 2 подхода подтягиваний. Почему так мало? Потому что цель сделать максимальное количество, не падая, там, меньше, чем 25 секунд под нагрузку. Поэтому покупок будет немного, но максимально допустимое в диапазоне времени под нагрузкой количество повторений. Тут такие рукоятки необычные. Я на таком ни разу, опять же, не пел. Дикарь, я понимаю, ребята. Живу, учусь новому умению с вами. О, привет. Ребят, вкус киви. Киви, берри, блас. Знаете, я сейчас покупаю эти продукты, прям думал, что это будет кайф. Пушка, вышка, наслаждение, на сушке. Я помню эти вкусы. Этот бренд, Extend, 10 лет назад, когда еще не было генетика. Я именно их и пил, кстати. Часто их приобретал. И это были очень вкусные продукты. Возможно, сейчас порошковая форма кайфовая, но вот это допью с трудом. Ребята, ну вы, у нас такие бабосы, технологии. Это же Made in USA, наверное. Где тут сделано? USA, USA. Короче, Made in USA. Славка Москвин будет плакать по ночам. Это же USA, должно быть блаженство. А он, если попробовал бы, у него же слеза, скупая, беречь енотичая потечет. Нельзя подводить пацана, он же грустить будет. У него кофе будет пережаренное от расстройства. Не обижайся. Третье упражнение. Тяга на блоке к животу. Почему мы выбрали именно его? Понимаете, тренажер сконструирован особенным образом, и кто-то не стал с него блины. Поэтому его мы и выбрали. Уже блины, бежать мне не лень. Все. Единственная причина, ребята, любая утка от сяга, они примерно типовые. Попрещались? Что, мне никогда неудобно? Ладно, потом разберемся. Кайфово уже сделано, правда? Очень шикарно. Прям пушка. Сейчас у меня уже четвертое упражнение на грудь. Четвертое на тренировке. На грудь первое. Первое, единственное. А ну, куча, по-моему. Не забывайте. Дыхание, выдох на усилии. Один из важнейших моментов вообще в безопасности тренировочного процесса. Это нормализация вашего давления. Глазного, внутричерепного, общего, диастолического. Короче, дышите правильно. На усилии делаем. Вот, брони номер пять. Это будет жим гантелей сидя. Уже легкий вес. Суперсейте с махами стоя. Полуразминка полурабочий. Следующий возьму плюс. Простой на 25-30 лет. Финалочка, ребята. Это суперсет бицепс-трицепс. На этом верх тела будет от тренировок. Мое фирменное. Мое фирменное, мое любимое упражнение. Нестатического положения. Разгибание стоя. Ну, блин. Жестче, круче. Я упражнение не знаю. Дальше просто. Разгибание на косичке. Они рядом. Обратите внимание, ребята. Никаких разношек. Разношек. Ноги стоят вместе. Ноги вместе. Бережем спину. Береги душу. Береги спину. Береги честь молоду. И вообще будь нормальным пацаном. И девочке, которая будет хорошей. Вот такой вот зал, ребята. Вот такая тренировка. Она была очень быстро. Она была очень интенсивной. Заряженные бицашками. По самое неболой. Дальше. Очень быстро в душ переодеться. Вызвать. В этот раз вызваем Манилекса. Что-нибудь покруче. Поставим Uber Black. Посмотрим, что же к нам приедет. Может дождемся желтенький Урус. Едем к морю. Наверняка там есть какой-нибудь магазинчик. Я хочу воды. Сейчас я хочу воды. Много воды. Запью водой БЦА. Хочу литр. Литра полтора. Хочу вычистить кишечник. Вывести все эти токсины, шлаки. От индийской еды. От сушки. От сгона. Много воды. Это очень хорошо. Если у вас здоровая выделительная система, друзья. Берегите себя. Следите своим здоровьем. Следите за новыми видосами. Скажите, что думаете про эту тренировочку. Напомню, что разовое посещение в этот фитнес-клуб. Под названием фитнес-ферст. Если я не ошибаюсь. 50 баксов, ребята. Ну что? Нормально так дороже. Недешево. Но очень кайфово. Отдал бы больше за сегодняшнюю тренировку? Да. Отдал бы. Это был реальный кайф. Как там песни поется. Очередной наш автомобиль. Ох, как они любят коричневую кожу. Слушайте. Они любят коричневую кожу точно так же, как и я, мне кажется. Вот еще и посвежее, и поновее. Так, все, мы погнали. Транспорт. Да, они симпатичные. Очень симпатичный. Nexus. Свежак, белый. Вместо. Да. Сколько у нас такое стоит? У нас? Я не знаю. Не, не, не пятерка. Тома 3, 5, 4. Сейчас мы едем на главный пляж. Это Джумейра. Он самый известный, самый-самый большой. У нас еще есть точно часа 4. Мы выпили. Кстати, мы не показали вам. Выпили мы протеин готовый. Ли Лабрада. Клубничный вэй. Пол литра. 40 грамм белка в нем. Белки жиры не посмотрел. Но, походу, их было дофига. Во-вторых, какой вкус? Клубник. Клубник. Как тебе? Девно. Слушайте, мы не сговаривались. Мы не выбирали какие-то вкусы. Но что-то вот такая ерунда, что у нас... Ну, нам ничего пока не нравится, то, что мы пили. Кокосовая вода была потрясная в Индии. Кокосовую воду очень люблю. Во всех странах. Дом покупаю в России кокосовую воду. Она мне очень-очень нравится. Возможно, один из лучших природных изотоников. Конкистадоры еще и распространили по миру. Когда они прибыли в Доминикану, они заселили тоже кокосы. Можно было пить пресную. То есть, вот такое, видите, подгашенность немножко. Очень интенсивно тренировались. Я очень доволен. Очень хорошая тренировка. Еще и, блин, не пропустили тренировку. Завтра уже ноги можно бомбить. Начинать дальше подготовку. Завтра кабачочки, огурцы, яички. Прям супер. Что-то такая, ребят, машинка у нас. Такси тут стоит 300 рублей на такой машине проехать. Что, ребят, мы добрались до пляжа. Солнце печет самым людейшим образом. Мне кажется, плюс 35, а может и плюс 40. Там солнце точно есть. Мои дружище хочет сильно кушать, поэтому мы идем в ресторанчик. Сейчас что-нибудь нахватим поесть. Я, в принципе, хочу снова в воду. Я очень хочу пить. Ну что, прибыли мы на фудкорт. Смотрите. Тут куча заведений разнообразных. Они, в том числе, за моей спиной. Тут мороженое, бургеры, хот-доги, жареная курочка, еще что-то. Ну что, кушать мы будем здесь. Написано, что курица, пиздец, гейм-овер чекен. Так, у нас, короче, блюда. Сейчас вам покажу. Будут. Будут тут блюда у нас. Салат с авокадо и курицей. Максимально полезно. И шаверма роллы. Вот они. В баксах это будет на одного человека. Ну, 41 местный деньги. В баксах по 20. В баксах по 20 на человека выйдет. Вот. Тут рядышком всякие еще находятся. Тут фруктовые штуки. Прикольный фудкорт вообще сделан. Смотрите. Травка. Тут можно валяться, кушать, столы. Вот я не знаю, кто под открытым солнцем готов сидеть. Вот там куча пайки. Здесь какие-то кока. Кока что-то. Пойду посмотрю. Я люблю кока вообще вещи любые. Кокосовые. Вот такие тут в автомобилях прикольные заведения. Сделаны. Круто-рюфе кафехи. Мексиканская еда. Можно цены глянуть. Делить на три. Например, вот если чай, например, стоит, грубо говоря, полтора доллара. Ну, чтобы было понятно, цена. То есть то, что указано есть на ценниках, нужно делить на три. Получим цену в долларах, а дальше получаем цену в рублях. Надо закрывать все. Я буду быть сашкой. У меня осталась еще одна банка экстенда. И сложить какую-нибудь кокосовую штуку. Тут смузи есть. Надо глянуть. Ну что, ребята. У меня, в принципе, с обеда. Основная часть обеда это такой вот салат. Так, салат обалденный просто. Авокадо. Так, фокус есть. Авокадо. Болгарский перец. Лук. Что еще? Зелень. Курица на гриле, грудка. Это основное. Ну и, как я и обещал, мы тестируем все вкусы, которые купили в стенда. Сейчас у меня в руках. Knockout. Фуитфунш. Дающий себе под жопу поджопник фруктовый пунш. Ну, не знаю. Что-то я уже так разочарован с ребенца, что мухи тут что-то в Эмиратах летают. Не забыл. На Джамэре. Ладно. Ну, хотя фруктовый пунш лучшее из того, что было, но, короче, все равно не огонь. Вот это вот гораздо вкуснее. Севернавшись с сахаром. Это огонь. Extend не огонь. Все, приятного аппетита. Будем гонять мух и обедать. Ну вот, очередной беленький летец приехал. Сейчас едем мы в аэропорт уже. Так, ребята, ну. Помните мою вечную историю про машины, которые продаются в аэропорту? Так вот, в аэропорту Эмиратов стоит Bentley. Ну, мы его брать не будем, потому что мне он не очень нравится. Поэтому Bentley мы оставим здесь. В багаже у нас будут финики. Финики гораздо вкуснее и полезнее. Ну, что вы такая себе машинка? Мне не очень нравится. Ну, правда, пошли выбрать финики. Вот мы уже и на вокзале. Осталось немного времени, 20 минут до отправления. Сейчас купим немножко орешков для меня погрызть. Уже был просто кофе на миндальном молоке. Закончился режим восполнения питательных веществ в организме. И все, теперь будет строгое питание, которое и должно быть. Я говорил и про кофту, которую мне подарили. Вот так она выглядит. Эскалатор не работает. Так, что пешочком потопаем. Сейчас магазинчик. Поезд. Поезд ночной. Подремлем. И уже утром будем в Санкт-Петербурге. Это еще чемодан с фруктами. Фрукты домой везу. Нечего там в Индии покупать было. У меня там пара папайи, драгонфрукты. Еще мелочевочка всякая. Долетели. Хорошо. Очень еще понравилась полуискусственная еда в самолете. Зашибирь. Идем. Найдем мне орешков. Побыстрее. Ну, прям все есть. Но, соответственно, важные уже не нужны, потому что я их спидел в кафешке. Там их было много. Может быть, колу без сахара зацепить? Сейчас подумаю. Мороженое, мороженое. Мороженое, ребята, было мороженое. Российское, вкусное, настоящее. Я люблю. Молодежь.